По словам работников прислежащего предприятия, сначала прилетели 6 особей, днем позже их осталось только 5. Специалисты говорят, что более сильные периодически улетают в поисках новых мест для остановки в длительных перелетах. Ветераны-креолитчики, наблюдая за ежегодными белокрылыми гостями, рассказывают, что раньше неподалеку от этого водоема располагался жилой поселок, где гнездились большие стаи лебедей. Со временем поселка не стало, а лебеди по памяти предков из года в год прилетают к своим старым гнездам. Вот такая лебединая верность. Экологи же предполагают, что микробиология пруда, а это и еда, и мелкие живые организмы, которыми питаются лебеди, на Нижнем Железянском пруду хорошая. Как правило, лебеди обитают на водоеме не более недели. При длительном перелете здесь у них своего рода перевалочный пункт. Напомним, что новость о том, что вблизи Полевского креолитового завода поселились белые лебеди, нам сообщил полевчанин Яков Мухаммадшин. Я ежедневно смотрю эфир телекомпании «Принцип». Всегда приятно знать новости города из первых уст. В одном из выпусков узнал о том, что объявлен корпус за лучшую новость. Каждый день езжу на работу на ПКЗ мимо Нижнего Железянского пруда. Увидел, что на водоем прилетели лебеди. Сразу решил позвонить на пятый канал, сообщить эту новость. Журналисты телекомпании отреагировали мгновенно и приехали к нам на завод. И сегодня наша телекомпания подвела итоги первой недели конкурса за лучшую новость – приз. Яков, ну а мы в свою очередь у телекомпании «Принцип» вручаем вам вот такой скромный приз. Ну, надеюсь, что в хозяйстве пригодится. И надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество. Спасибо. А мы напоминаем, что каждый желающий может принять честь и в конкурсе. Звоните по телефону 357-86 и 357-87 и сообщайте о новостях нашего города. У вас есть уникальная возможность получить приз от телекомпании «Принцип». Принцип». Принцип.